так привет друзья сегодня мной с вами канал я и мой хвост его авторы ведущий олег ну и соответственно сегодняшней моей передаче будет участвовать мой соавтор мой хвост акбар к по которому все уже соскучились очень сильно приехал на дачу бабушка попросила нас почесать его искупать его потому что он бабушку как вожака у нас не воспринимает моему мою начинает чесать он начинает игнорить ее да мелковато маленько для того чтобы полностью выкупать а мне что-то в воду есть вообще никакого желания нет это бабайка иди сюда тут небольшое такое правило есть если вы начинаете хотите искупать собаку вот для того чтобы правильно хорошо произошло у вас пожалуйста сначала вы чешите его хорошо потому что когда вы потом начинаете купать его у вас вот это вот шерсть старая она клочками прям слазить будет а если вы еще будете использовать какие-то моющие со средств шампуни там всевозможные то будете мыть просто старую шерсть которая потом слезет смысла в этом купании вообще нет никакого то есть поплавать у тебя здесь не получится я так вот итак друзья сегодня хотел бы я продолжить тему нашей передачи о том как водить собаку рядом вот знаете честное слово каждый день я с собаками нахожусь каждый день у меня разные собаки вот одни и вторые и третьи и четвертые и пятые и десятые собаки приезжаю по скайпу мы общаемся мне очень тяжело общаться с ну не то чтобы очень тяжело но тяжелее общаться с людьми нежели общаться с животными как-то то ли потому что я с ними постоянно из 24 часов практически 24 часа нахожусь именно с животными вот в общем гораздо проще мне их понимать нежели понимать людей смотрите ситуация такая я понимаю что некоторые зрители недавно только приобрели собак опыта общения нету никакого со временем я надеюсь что этот опыт у вас появится но даже если вы не можете научить собаку рядом да вы уже пользуетесь то есть начали вот пользоваться моими советами кормить правильно да там положение выше использовать вот дверной проем из вас проходит первые проходите вы они ваша собака да вы не поощряете возбужденное состояние при выходе животного перед кормлением животного не поощряете возбужденное состояние вы кушаете первый то есть когда складываются ваши взаимоотношения то есть все это временно то есть вот не надо это будет соблюдать течение всей жизни почему потому что вот как только выработается у вас устойчивый рефлекс у животного который потом перерастет навык да мы уже о высшей нервной деятельности с вами говорим то в принципе уже и кушать вы будете можете собаку первую накормить да и собака не будет себя возбужден и вести при выходе потому что она будет знать что это состояние не будет поощряться но пока вы не набрались этого опыта я могу вам порекомендовать очень простые средства контроля над своей собакой то есть что именно вот проведу аналогию с мобильными телефонами да раньше были там nokia 3310 деревянный такой телефон большой который кроме как телефона использовать нельзя было и сейчас современные связи смартфоны до появились вот уже многофункциональные можно делать какие-то узкие задачи то есть практически компьютер у вас в руках так почему мы пользуемся до сих пор если взять вот наших собак обыкновенными ошейниками да то есть это средство контроля никакой ошейники собственно говоря были изобретены да они помогают при определенных видах дрессировки то есть если вы например берете барьер собаку нужно берете поддержать именно так чтобы это вы контролировали свое животное чтобы она не ушло в сторону там и еще что то то есть когда вы заводите собаку на бум да тут тоже нужно для того чтобы удержать каких-то определенных да здесь нужен ошейник но если вы учите собаку команде рядом если у вас не сложились взаимоотношения как вожака собака идет впереди вас вы можете использовать современные дрессировочные виды амуниции о которых между прочим я неоднократно рассказывал взять хотя бы к примеру такой вид амуниции как недоуздок я даже показывал как его сшить индивидуально этот недоуздок недоузки продаются готовые недоузки продаются в зоомагазинах вы в состоянии агбарь что ты делаешь иди сюда брызгается вы в состоянии пойти в зоомагазин купить там этот недоуздок да немножко вам немножко поработать со своим животным для того чтобы научить ходить в этом недоузке потому что я сейчас повторюсь вот принцип действия недоузка это не собаку вы будете не за ошейник то есть цепляете поводок не за ошейник вот здесь не на шее да хотя я дам ссылочку на урок сходите пожалуйста там будет именно все я буду конкретно рассказывать про этот недоуздок а будете цеплять собак вот вот представим что вот это вот морда да вот собачья длинная и вы будете цеплять поводок именно вот за за морду вот здесь вот вот то есть если здесь приставить на мордник да как будто бы за на морде в чем принцип работы этого недоузка опять же боли никакой нету и жда а бар вот вот здесь вот вот вы будете цеплять вот в этом месте здесь вот вот вы будете когда дергать поводок будет у собаки морда поворачиваться то есть как только собака будет забегать от вас вперед у нее будет разворачиваться морда до зависимости от того здесь или там здесь вот у вас этот недоуздок пристегнут соответственно это будет вызывать определенные неудобства для нее и со временем она поймет то что идти рядом на свободном поводке на свободно провисающем поводке гораздо удобнее нежели вот идти вот такой вот мордой которая сторону находится иди сюда вот вам пожалуйста один из видов амуниции дрессировочной которую вы можете применять просто единственное что нужно собаку научить ходить в этом недоузке то есть некоторые начнут вырываться там и так далее ну тут то есть так же как к ошейнику к наморднику так же как поводку мы это делаем мягко постепенно не на я все потерял палку где ищи давай ищи где палка и уже течением снесло следующее средство контроля над животным да это вы видели же что я в принципе практически никогда не вожу собаку на классическом ошейнике на классическом поводке я всегда использую ринговку то есть чем ринговка хороша тем что когда вы ошейник одеваете на собаку до начинаете дергать ну воздействия практически никакого не происходит ширина длина там и так далее а наоборот происходит если вы еще неправильно дергаете то есть вот эту подергушку который я рассказывал в предыдущих передачах о том что ее использовать ну она не действует она не работает на обыкновенном скажем так ошейнике с обыкновенным поводком здесь нужно использовать ринговку что такое ринговка из себя представляет это не петля удавка то есть петля удавка это немножко другая вещь а ринговка это но это продолжение поводка это узкая веевочка такая до продолжение поводка которые можно зафиксировать в определенном месте то есть если у вас ошейник внизу вот здесь вот находится у собаки ринговку вы можете фотографию я размещу будет фотография сверху значит ринговочку вы можете разместить ее нужно размещать именно в таком месте чтобы она вот именно вот вот здесь вот по горлышку проходила вот здесь вот вот и фиксатор вы ставите чтобы она в натяге находилась и вот с этим видом амуниции собака она не будет никуда ей просто неприятно это будет просто вот так под кадыки будет давить вот это не жесткий ошейник какой-то то есть это не строгать дату и там шипы не впивается никакие это просто определенный вид неудобства для собаки будете создавать вот и все здесь нету непричинения боли никакой собака сама регулирует надо ей это или не надо и она понимает как как любой нормальный человек вот есть два выхода либо ты значит идешь состоянии когда тебе неприятно либо второе состояние когда такие ты идешь и тебе приятно естественно любое нормальное животное выбирает себе состояние приятно то есть вот два вида амуниции которые я рекомендую всем я не рекомендую строгие ошейники потому что это шипы это более то действительно да это вообще извращенно как-то смотрится мне кажется то есть куда эти там эти и серии садома за что-то я бы сказал бы то вот так что если вы пока еще только выстраиваете свои взаимоотношения на уровне того что вожак и подчиненные до иерархическую скажем так свою стаю вы еще не выстроили выстраиваете а собаку уже нужно выходить на улицу собаку нашел какую-то и дубину мне то используйте дрессировочные виды амуниции ладно хорошо давай дубины и так друзья заслужите доверие заслужите уважение у своей собаки именно у своей собаки заслужите доверие каждое решение касаемое вашего животного когда будет принадлежать вам они собаки вы станете вожаком для нее вот смотрите мне собака сейчас принесла палку кто принял решение для того что бросить мне эту палку или нет решение приняла собака а когда эту палку бросить уже решение принадлежит мне пока я с вами не закончу эту беседу я эту палку не брошу никогда стоял бы лежал бы скулил бы понимаете я на него внимание обращать бы не стал бы и не обращая на него внимание но когда я с вами сейчас попрощаюсь я эту палку брошу и это решение принадлежит мне старайтесь действовать в том же самом духе с вами был канал я и мой хвост я его авторы ведущий олег спасибо дайте до камеры добраться осталось по этим камушкам дайте до конца